На поле было видно, что играла команда, которая находится вверху таблицы и которая играла внизу таблицы. Уровень мастерства и всего, скорость, обращение с мячом показательно. 4-0. Единственный положительный момент, что все-таки во втором тайме не рассыпались. Понятно, команда Рига играла по результату, уже замену там сделали, но все равно молодцы не рассыпались, сыграли в ничью 1-1. Это, наверное, единственное, что хотела бы отметить в нашей игре. Больше нечего отметить. Лукома была видна, как позиции команды отродут турнир табли, отширивающие лименцы, работа с бомбой. Результаты у табли, что у нас есть, что, что отрежет вторая пускай, когда мы торопали цинить и пускай, а мы садили один раз, то хотели изцелить. Варраги, что у нас не было. Первая пускай, когда вы спели, то есть футбол, не сезти автобусом, но нормальными, а сезти автобусом, а сезти автобусом. Нет, не было никакой установки, там ставить автобус, просто хотели, да, по возможности играть в футбол, там готовились, пытались держать мяч, но опять же, я говорю, техническое мастерство нам не помогает, это не можем, и, к сожалению, просто когда ставишь в футбол, все равно какой-то свой гол получишь, так вот, получить удовольствие от футбола, надо учиться играть в футбол. Вы знаете, количество не перерастает в качество, поэтому поставить 3, 5, 6, 10 центральных защитников, это не значит, что мы будем хорошо играть в защите. Просто по первому тайму у меня все 4 защитника забыли выйти на поле. По стурсу, Матцевич, вы будете ворот покомментировать 2 варти, но первая пуслая капит стурса, те не им не только отголы, а отрия става, а концентрация на силу таймс? Ну, это не ко мне вопрос. Мы работаем, мы говорим, мы показываем, но если игроки о чем-то думают во время углового, о чем-то другом, что я могу прокомментировать? Ну, они такие, какие есть. Нету концентрации, нету борьбы, они слабые. Нас проминают, просто физически нас проминают. Агрессивней команда идет, что с Тукумсом нам забили там с углового, по-моему, да? Ну, как я говорю, дай бог там, чтобы у него все было со здоровьем хорошо. Я думаю, годы будут, должен вырасти в хорошего футболиста. Также хотел бы молодого Кукулюса отметить. Я его выпустил, таймс сыграл. Понятно, там есть проблемы в обороне, может быть, но человек не боится. Принимает мяч, идет вперед, обрабатывает, как бы, поработает с мячом. Наверное, два светлых пятна, в которые хочется верить, что будет все хорошо у них. Олег Слайзанс, если это первое Сварту со шея сезона Гайдета, а Граквин, что издрис, я погашил до Спартака в нем, дал Сварту? Ну, наверное, все-таки реже до него мяч доходит, поэтому и забивает меньше. Как прежде говорил, что полузащитники нападающие, зависимые люди. Если до них мяч не долетает, и у них нет ударной позиции, то и забивает меньше. Да, потянул переднюю мышцу бедра во время выноса от ворот. Нет, я думаю, что там недели три минимума травма. Поздравляю вас! Весу лабу? Да, это легко, чтобы остаться в переднюю мышцу после победы, чтобы поговорить, чтобы быть умным. Нет, но я был счастлив. Мы имеем много причин, чтобы быть счастлив. Сегодня мы победили. Мы дали некоторым играм время, чтобы прячься, и мы победили. Уже не менее четыре дня – это огромная задача против Meta в Ханза стадиуме, и я думаю, что мы должны подготовиться от завтра очень деталей. Спасибо. В следующем день мы начинаем готовы от Ханза стадиума, и я думаю, что мы начинаем готов к вечеру. Я начну с негативной стороны. Вы не выиграли вторую половину 1-1. Это то, что вы выиграли или вы не любите? Вы выиграли все время? Нет. Я счастлив, потому что играет 90 минут. Это бывает иногда. Мы хотели победить, но мы тоже были поздно. Но это футбол. Марко Регжа борется с Андреем Ильичем для лучшего голова. Вы не думали о этих статистиках, чтобы его держать на футболе? Нет. Тима – это все. Мы должны играть на футболе. Марко Регжа будет играть в четыре дня против Meta в Ханза стадиуме. Мы должны играть на футболе. Мы должны играть на футболе. Мы должны играть на футболе и играть на футболе. Милош Йоич снова выиграл. Вы помните, когда он был хорошим шансом, чтобы выиграть, но он не выиграл? Это его качество. Мы можем использовать это время, всех нас в клубе, чтобы научиться от этого человека. Я, как лепеста, и наши другие игроки, чтобы узнать от него. Он профессиональный. Он может быть игрулятором. О том, что он может играть на футболе. Об этом, о приготовлении, о восстановлении, о том, о том, как это человек живет это футбол. и он будет играть в следующие 10 лет на хорошем уровне. Вы выиграли несколько соревнований после соревнований, а также не только соревнования, но и другие хорошие шансы после соревнований. Это ваша работа, и вы знаете, что игроки будут делать, или есть какие-то импровизации в некоторых ситуациях? Нет, мы имеем какие-то автоматизмы, конечно, но я также даю игрокам space, чтобы быть креативными, что они должны делать в некоторых ситуациях, потому что это иногда непредсказуемо, что какие-то игроки делают, если они дрибли, или пасли, или крошли. Это один хороший микс из двух. И как я понимаю, Усену Нианк был уничтожен не по-другому времени, но по-другому времени. Как это означает для команды? И когда вы его ждете? Это было очень сложно, что-то, чтобы бороться с этим вопросом. Мы не ожидали его в этой сезоне. Он будет готов для председания, в следующей сезоне. Нет, сейчас мы должны найти хорошие решения в нашей команде. И мы нашли сегодня, я думаю, что это хорошо. И с Нианком мы потеряли некоторые магические моменты, непредсказуемые магические моменты, но также, может быть, другие игроки будут дать нам больше защиты, более тяжелого работа, более дисциплина, когда он принимает свою позицию. Он был уничтожен в большом риге дербие. Это было просто нескольким моментом или что-то еще? Да, это было даже не слабое. Я думаю, что он не был в тонусе. Он просто остался вот так. Я не знаю, это был нескольким моментом для него и для всех нас. Он молодой человек, и это случилось. Я не знаю. Мы можем говорить сейчас, может быть, мы играли в артифицировке и потом мы идем в артифицировке, может быть, что маски должны работать разнообразно, какие минусы должны работать разнообразно. Все просто... Мы не знаем, почему это происходит. Это просто происходит. И мы должны забыть, что мы сейчас, в следующих 9 дней, два очень важных игр, и мы должны focussen на нашу команду, потому что все остальные вещи сейчас... Мы должны focussen на вещи, которые нам помогают, потому что это очень важно, для моего команды это очень важно, в первую очередь в первую очередь. Мы получили первую очередь в этой сезоне 10 пунктов, мы получили первую очередь 20, 30, а теперь 40. Мы уже три месяца в первую очередь и мы должны держать эту позицию с теми, что мы имеем в следующие две игры, и мы должны инвестировать все, забыть все, что мы не можем изменять, и просто фокусить на эти вещи, потому что это дает нам boost в эти три дня. И, что вы думаете, Рига должен подчеркнуть больше гол, потому что вы получили много шансов, и на вторую половину? Я согласен с тобой, я думаю, что Эдмунд говорит хорошие вещи, если он копипастит Joич, в этой эффективности мы сможем больше гол, но что я могу сказать, важно сделать шансов, и мы сделали это, и с удовольствием, Это хорошие ситуации, может быть, вы говорите с Рэгжа и Сойсало о своих ситуациях в сегодняшнем матче? Конечно, я с ними поговорю, но мой месседжер о том, что это не технические силы, это не тактики, это только психология. Плэреры изменяют свою личность в этот момент, когда он ударил на гол. Это только психология, и мы должны работать с этой прессией в противоположном голе, но мы должны повторить, 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 и помогать им, и все хорошо. Спасибо.